Всем добро, с вами Анатолий и добро пожаловать в новое видео. И давайте в нём разберёмся с тем, почему на самом деле существует шоу на выживание, на что они нацелены и, конечно же, чему они могут вас научить, что вы можете от них такого взять, что может быть вам полезно, если вы вдруг хотите стать айдолом. Ну и, конечно же, проявляйте различные активности, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, потому что самая лучшая мотивация для создания видеороликов на вашу любимую математику это, конечно же, ваша активность. Я всех очень всегда люблю. Но мы начинаем! И первым таким шоу на выживание был Акдаун Клаб, который появился аж в далёком 2001 году. Вот представьте себе, с какого времени, получается, на самом деле существуют подобные шоу. Потом за такие прослушивания стали браться и компании, а не так, как вот с первым шоу, которым занимались NBC. И тут проявили себя у IG и JYP больше всего. Потому что IG начали всё с показа фильма о становлении группы Big Bang, как они проходили прослушивание, как они там тренировались, какая у них жизнь была. Потом они перезапустили этот фильм, потому что он набрал огромное количество просмотров и огромную популярность. Ну и дальше у них последовало Win Who Is Next. Окей, это шоу действительно сыскало некую популярность, но всё, что было дальше, скорее сильнее топило компанию. Ну или же компания топила эти шоу, не давая ребятам, которые являются победителями, дебют. Что же касается JYP, то у них сложилось всё гораздо более успешно, потому что в 2008, по-моему, году они запустили шоу Hot Blood, где 13 парней показывали все свои таланты, показывали свою стажёрскую жизнь, привлекали к себе различные внимания. Дальше последовало Sixteen, ну и окей, у JYP всё хорошо с организацией подобных шоу, потому что если дебют кому-то обещан, то дебют в компании в итоге состоится. Таким образом родились Twice и Stray Kids. И это хорошо. Но что же было дальше? А дальше был Produce, который сначала привлёк к себе 20-летнюю аудиторию, плюс-минус, ну а потом в итоге, как бы, рейтинги дошли до того, что участвовали в голосовании и смотрели данное шоу люди вплоть до 40, что определённо говорит о том, что народ заинтересован. Народ заинтересован в жизни айдолов, народ заинтересован в том, какие конфликты происходят между стажёрами, в том, как они выбираются из этих конфликтов, в том, как они старевнуются, как они показывают свои таланты. Людям интересно наблюдать за какими-то трудностями, которые переживают эти самые дети, дети, которые хотят стать популярными. И за этим действительно интересно следить. Интересно следить, если рейтинги не подтасовываются. Я думаю, эти слухи вы все прекрасно слышали. Но так как они не подтверждены, и подтверждены никогда не будут, то оставим их просто слухами. Но почему же подобного рода шоу существуют? В первую очередь, это, пожалуй, то, что если шоу организует крупная компания, то она таким образом может продемонстрировать не только свои вкусы в выборе стажёров каких-то, но и также показать саму систему обучения. То есть, как они тренируются, как они что-то делают, как стажёры живут, в каких условиях это происходит. И то, что вы можете увидеть исключительно в шоу на выживание, и как бы больше нигде, если сами не станете стажёром, так это вот эти самые условия, когда, например, в комнате может оказаться там 4, 6, 8 человек. Это очень маленькое пространство. Вот эти вот двухъярусные кровати. Там негде развернуться даже, там дышать негде. Но при этом ребята умудряются тренироваться в таких условиях. Они умудряются как-то бороться за своё место под солнцем. И если в каком-то шоу всё слишком хорошо и всё слишком вылизано, значит, это шоу имеет долю фарса. То есть, долю фарса из той части, то есть, они закрывают правду. Есть что-то, что они не готовы показать. Это есть у всех. И оно всегда замалчивается, оно всегда закрывается. Но шоу на выживании помогает понять аудиторию, что на самом деле представляет из себя компания и как она воспитывает своих, так скажем, деток. Если же говорить о шоу вроде «Продьюс», то они не просто как бы дают возможность связать вот будущую группу участников каких-то с их фанатами, но и они дают возможность более маленьким компаниям выдвинуться чуть вперёд и показать, что у них тоже есть какая-то активность, у них тоже есть артисты, они дают возможность заинтересовать аудиторию, привлечь как-то к себе. Потому что если более маленькие компании не будут в этом участвовать, то они так и останутся маленькими и незаметными, потому что на какую-то самостоятельную суперраскрутку у них финансов нет. Также нельзя отметать и то, что они как бы дают возможность стажёрам двигаться вперёд, научиться чему-то новому в более таком быстром темпе. Потому что вне зависимости от того, вошёл этот человек в финальную группу или нет, он получил в себе какие-то навыки, какие-то знания, какое-то понимание того, как вся эта система работает. И, возможно, это даже поможет ускорить ему будущий дебют в какой-то другой группе. Но также то, что эти шоу, они как бы привлекают аудиторию, они привлекают фанатов как-то взаимодействовать, участвовать в голосованиях, делать все прочие-прочие-прочие вещи и наблюдать за жизнью этих стажёров, а не просто как бы увидеть каких-то ноунеймов и просто так, что вот они из большой компании, окей, послушаю. Нет, здесь идёт другое, более тесное взаимодействие и, соответственно, получается более как бы крепкий фандом. Только в том случае, если в будущей группе не оказываются участники из каких-то уже существующих групп, которые в данный момент не очень сильно продвигаются, потому что тогда это скорее ссорит фундомы, чем заставляет их дружить с их любимыми артистами. Такие шоу как бы направлены на то, чтобы показать устройство жизни стажёра, те сложности, через которые им приходится проходить. Даже простое вот какое-то мнение жюри, сказанное определённому человеку, оно очень много значит в данном контексте, потому что кто-то станет лучше после этого, кто-то задумается. И также они показывают, кто действительно получает удовольствие от того, что он делает, а кто пришёл просто, чтобы посвидеть своей мордашкой и ему даже дальше там серии второй проходить не обязательно. Ну а теперь какую же пользу вы можете вынести для себя, если будете простым наблюдателем, то есть будете смотреть из серии в серию и, возможно, выбирать каких-то своих любимчиков. Но тут смысл не в том, чтобы выбирать любимчика, а в том, чтобы наблюдать за жюри. Если этими жюри являются не какие-то артисты, а именно представители самих компаний, то тут важно следить за каждой их реакцией. То есть, каких конкретно людей они выбирают, что они кому говорят, чего они от кого ждут, каких проявлений, какие люди им нужны. Они всё это чаще всего высказывают. То же самое вы могли наблюдать на шоу вроде Кипоп Стар или ещё каких-то подобных. То есть, когда, опять же, вы могли слышать конкретные мнения какого-то представителя компании, кого-то ещё, кто-то, кто знает, кто ему точно нужен. И если он отметает определённые типажи, значит, тому есть причина, и эти типажи ему не нравятся. И кого-то похожего на этот типаж он брать точно не будет. Поэтому держите ушки востро, следите внимательно за всем происходящим, потому что для тех людей, которые подумывают стать стажёрами, подумывают пройти прослушивание, это может оказаться полезным, потому что именно там вы увидите все вот эти вот самые пристрастия выбирать каких-то определённых людей. Ну, а своё мнение относительно всего этого пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать, но и также напишите там, любите ли вы различные шоу на выживание и почерпнули ли вы для себя что-то интересненькое из них. Там всегда на манная я работаю на нём к вам субтитры на нём субтитры